Двадцатая глава книги пророка Иезекииля В седьмом году, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне, — Сын Человеческий, говори со старейшинами Израилевыми, и скажи им так, — говорит Господь Бог, — вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, — говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, Сын Человеческий, выскажи им мерзости отцов их, и скажи им так, — говорит Господь Бог. В тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, — Я Господь Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, — Отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, Я, Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня, и не хотели слушать меня, никто не отверг мерзостей от очей своих, и не оставил идолов египетских. И я сказал, — И залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив, был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям мои мне поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив, был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал, — И залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, к росу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои, и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои, и во сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я, Господь, Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их. И святите субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и вами, дабы вы знали, что я, Господь, Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не соблюдали того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои, и я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. — Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им, — так говорит Господь Бог, — вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотревши себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои, и ставили там оскорбительные для меня приношения свои, и благовонные курения свои, и возливали там возлияния свои. И я говорил им, — что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. — Посему скажи дому Израилеву, — так говорит Господь Бог, — не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзости их? — Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня. И хотите вопросить меня, дом Израилев? — Живу я, — говорит Господь Бог, — не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, — будем, как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. — Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. — Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, — говорит Господь Бог, — и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь, а вы, дом Израилев, так, — говорит Господь Бог, — идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, — говорит Господь Бог, — там будет служить мне весь дом Израилев, Весь, сколько не есть его на земле, — там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться в вас перед глазами народов, и узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным дом Израилев, — говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне. Сын Человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню, и произнеси слово на полдень и из реки Пророчества на лес Южного поля. И скажи южному лесу, слушай слово Господа. Так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое, не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякое плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я, о, Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи. Субтитры сделал DimaTorzok